Здравствуйте, уважаемые друзья! Сразу скажу, что все, что вы услышите в этом видео, это исключительно мое личное мнение, мое предположение, основанное на информации, которую я получаю из открытых источников. Ну, я думаю, вы догадались, о чем пойдет речь. Речь пойдет о смерти Кадырова, предполагаемой смерти Кадырова. Но я лично уверена, что его уже нет в живых. И вот только что я проехала мимо ЦКБ, центральной клинической больницы, где он умер, где ему помогли, вернее, умереть. Я пыталась увидеть там группы бородатых мужчин на Гелендвагенах и Майбахах. Мне там больше нет ничего, никого такого близко там не видно. Все спокойно. Друзья, я сделала вывод, что Кадырова там больше нет. Ну, я думаю, вы провели тоже параллель со смертью Пригожина. Причем, обратите внимание, эти две такие показательные расправы произошли одна за другой. Это люди, представители ближайшего окружения, которые не раз клялись в верности и даже не предполагали, что их постигнет такой конец. Они не ожидали такой жестокости. Я уверена, потому что они, наверное, и тот, и другой что-то предприняли. И объединяющая черта у них это то, что каждый Пригожина и Кадыра фактически обладали своей частной армией и пользовались большим авторитетом у своих бойцов и у своего окружения. Друзья, ну и это, соответственно, вот эти две расправы говорят о том, что все плохо, что режим трещит по швам и что держится он только на страхе, на репрессиях, казна опустеет и финансирование вот таким вот, как Кадыров, Пригожина, это было уже слишком много. И потом они слишком много знали обо. Они были свидетелями, исполнителями преступлений, а преступлений, у которых нет срока давности. Друзья, и обратите внимание, очень похожая схема. То есть сначала поступает информация о смерти, ну или близкой кончине, как в случае с Кадыровым, что ему плохо, что он при смерти, что он в коме. Ну а потом начинает поступать информация о провержении, что якобы он жив, причем записано якобы им же самим. Сегодня на ютубе нашла видео по ключевому запросу Кадыров мертв. Мне выпало видео, где нарезка фотографий идет Кадыров в спортзале, старые фото. Ну и дикторы рассказывают как бы от лица Кадырова, что со мной все в порядке, я жив, живее всех живых. И клянусь в верности президенту. Вспомните с Пригожным. То же самое. После его гибели начались вбросы, что он якобы жив. И многие до сих пор в это верят. Абсолютно одинаковая схема. Ну а то, что сегодня подключилась Собчак, это все. Мне вот, например, уже стопроцентно сказала, что Кадырова уже нет в живых. Потому что Собчак в таких ситуациях работает только по отмашке, сами понимаете, кого. Друзья, но Кадырову можно относиться по-разному. Ну я имею в виду, многие его ненавидели, простые чеченцы, потому что он превратил Чечню в такое средневековое африканское государство, где только было влияние его и его родственников. Своих многочисленных детей он сделал министрами, замминистрами и так далее. Жил в безобразной роскоши на фоне бедности простых людей. Просто как шейх какой-то или шах. Противно на это было смотреть. Потом это показная религиозность. Ну и, кстати, признаком слива Кадырова является этот ролик, где его сын бьет, избивает Никиту Журавеля. То же самое это было с кувалдой Пригожина. Абсолютно одна и та же схема. Ну, еще раз оговорюсь, что это мое личное мнение, мое предположение. Но давайте посмотрим, как дальше будут развиваться события. Я думаю, что сейчас просто готовит народ к тому, как сообщить о смерти Кадырова. Потому что это, безусловно, неважно, кто к нему относился, безусловно, это шокирующая новость, как и смерть Пригожина. Друзья, вот такая у меня сегодня для вас информация. Я благодарю вас за интерес к теме ЖКХ. Пожалуйста, просмотрите видео по ссылкам в описании. Первая, вторая часть, районный, мировой районный суд. Пишите мне насчет пакетов документов. Если вам нужен какой-то отдельный документ, тоже пишите мне по WhatsApp, желательно по Telegram. Потому что WhatsApp глючит, и с ним постоянно только прибавляются проблемы. Там неудобно просматривать документы. Поэтому лучше пишите мне в Telegram. Друзья, делитесь моими видео. Спасибо, что смотрите. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok